Уважаемые дамы и господа, добрый день, дорогие коллеги, гости, уважаемый претендент, аспирант. Во-первых, хочу всех поприветствовать в Академии экономических знаний Республики Молдовы наших гостей и членов комиссии. У нас сегодня международная комиссия, где организуем эти мероприятия в честь защиты диссертации системы Международного финансового института и развития экономической системы Республики Молдовы по специальности 522.0.1. Согласно приказу Аначек и согласно решению и согласно решению научного совета АСЕМ утверждена комиссия по защите докторской диссертации господина Сухачева и Сергея. Тему я уже назвал. В следующем составе Стратан Александр, председатель, в роли и руководителя, и согласно обликрату с их даром, как есть председатель комиссии, как вздать Людмила, доктор-кабилитат-профессор, и официальный деферент, доктор-кабилитат-профессор. Продикат Берджун, доктор-кабилитат-профессор Талначев Петр. Исвидя из некоторых технических соображений, господин Талначев присоединится онлайн к данному мероприятию по мере возможности. Андрей, он представляет дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Андрей Мурик, доктор-конферензар-университар Государственный университет Молдовы. И Денис Костиков, доктор-конферензар-университар Академии Талначевских знаний Молдовы. Это состав комиссии. Согласно традиции, я должен просто упомянуть в раз и подчеркну, что у всех членов комиссии есть губернации. Все члены комиссии имеют необходимую экспертизу для участия в процессе защиты данной ситуации. И я попрошу научного и не научного секретаря комиссии господину Кобзарь, чтобы она нам представила документы из дела с гранатом, которые были подготовлены для данной защиты. Господин Кобзарь, вам слово. Добрый день, уважаемые члены комиссии. Добрый день, уважаемые коллеги. Специалисты в данной области защиты темы диссертации. Президентом, вне проекта комиссии, на углу подготовлено личное дело, в котором есть следующая информация. Приказ о составе комиссии, который сегодня будет заслушивать данную диссертацию. Также предоставлена информация о членах комиссии, где выделены работы членов комиссии по данной тематике. себе автора, диплом о том, что он охотил обучение третьим цикле дактата, отзыв научного руководителя, протокол комиссии по руководству данной диссертации, по руководству процесса разработки и научных исследований. Список публикаций автора, который содержит 11 публикаций, 6 из них в научных журналах и 5 из них в международных и местных конференциях. Резолюция по поводу плагиата, которая соответствует необходимым требованиям, рецензии членов комиссии, которые сегодня присутствуют, а именно доктора Хабилитат Перчун Радика, доктора Хабилитата Алмачаова Петра Ивановича, доктора экономических наук Мулик Андрея и доктора экономических наук Вострикова Дениса. Также есть отзывы членов комиссии, которые руководили разработкой данной диссертации и исследования, отзывы на автореферат в количестве 6 штук и 2 сертификата по поводу апробации результатов исследования, сертификат, который был выдан Министерством финансов и сертификат, который был выдан Национальной комиссии по финансовому рынку. Также сертификат о том, что данная диссертация и авторефераты были переданы в научную библиотеку Молдавской экономической академии и справка о том, что авторефераты были разосланы в научные библиотеки и центры, которые заинтересованы либо разрабатывают данную тематику. Если есть вопросы по личному делу, я отвечу. Нет вопросов. Если нет вопросов, тогда согласно сценарию мы идем дальше. А дальше это значит, что мы предоставляем слово. Для изложения в течение 20 минут, постарайтесь, главных результатов, идей и выводом, которым вы пришли в процессе ваших научных разработок и исследований. Добрый день, уважаемый председатель, добрый день, уважаемые члены ученого совета. Ваше внимание представляется диссертационная работа на тему МФИ и пророков развития экономической системы в Республике Молдова. Актуальность данного исследования заключается в том, что в современных финансово-экономических условиях объективно возрастает роль МФИ в обеспечении стабильности России поступательного развития мирового хозяйства системы. Мировой экономический кризис 2008 года и последствия пандемии COVID-19 стали причиной серьезного осмысления политики как всей системы глобального мирового хозяйства, так и ее финансовой составляющей. Международные финансовые институты, которые были созданы для регулирования международных экономических отношений с базовой целью развития международного сотрудничества и обеспечения устойчивого развития мирового хозяйства, оказались не вполне готовы предотвратить распространение таких глобальных кризисных явлений. В связи с этими вызовами возникла необходимость в реформировании институциональных основ международной финансовой системы. В первую очередь мировой КМФИ не только с учетом интересов развитых стран, но и принимая во внимание интересы и особенности экономического развития стран с развивающейся рыночной экономикой. В условиях глобальных кризисных явлений именно эти страны с первыми оказываются в сложной финансо-экономической ситуации. В связи с этим Республика Молдова в процессе реформирования экономики для решения возникших неотложных финансо-экономических проблем, а также для проведения эффективной финансо-экономической политики объективно нуждается в поддержке международных финансовых институтов на приемлемых условиях и связанных с ними рекомендаций по развитию своей экономической системы, что и определяет актуальность данной задачи. Область исследования определяется необходимостью эффективного использования финансовых ресурсов международных финансовых институтов в обеспечении экономической устойчивости и развития Республики Молдова. Объектом исследованием является Международный финансовый Корпорация многостороннего агентства по гарантированной инвестиции в Международный центр по урегулированию инвестиционных скорок. Данный выбор был обусловлен тем, что в нашем исследовании анализируются те, имеющие непосредственное отношение к поставленным задачам диссертационной работы и оказывающие достаточное влияние на экономику Республики Молдова. Предметом исследования является роль Международных финансовых институтов во поддержке устойчивого развития экономической системы Республики Молдова. Под экономической системой страны здесь принимается множество экономических субъектов компаний, объединенных по некоторым отличительному признаку принадлежности секторам ее экономики. Это множество компаний представляет собой экономически развивающуюся в конкурентной среде неравновесно саморегулирующую систему в условиях действий внешних факторов. Гипотеза исследования. Это возможность обеспечения экономической устойчивости развития Республики Молдова путем повышения эффективности использования финансовых ресурсов, полученных от МФИ. Цель исследования. Это роль Международных финансовых институтов в развитии экономической системы стран, развивающейся в рыночной экономике, например, Республика Молдова. В части определения методов повышения эффективности использования полученных финансовых результатов. Для достижения сформулированной цели решаются следующие задачи. Первое. Анализ влияния МФИ на обеспечение экономической устойчивости и развития стран, развивающихся в рыночной, с различным уровнем экономического развития. Второе. Это исследование финансовой поддержки Республики Молдова МФИ и тенденции к ее развитию. Третье. Это разработка и адаптация систем ключевых показателей, характеризующих экономическую устойчивость и развитие экономических систем. Четвертое. Это рассмотрение и разработка основных методических аспектов обеспечения экономической устойчивости и развития Республики Молдова в условиях взаимодействия с МФИ. Пятое. Это определение степени влияния финансовых ресурсов, полученных от МФИ на экономическую устойчивость и развитие экономических систем. Пятое. Это рекомендации по повышению эффективности использования финансовых ресурсов, полученных от МФИ. Научная новизна. Наиболее существенные результаты, обладающие научной новизной, заключаются в следующем. Первое. Это адаптированная система финансовых и экономических показателей эффективности использования МФИ, позволяющая оценивать оптимальность структуры отдельных секторов экономики и экономики страны в целом. Второе. Разработана методика расчета показателей экономической эффективности международной финансовой помощи в виде инвестиционных проектов, в которых прогнозные параметры моделируются нечеткими числами. Третье. Предложена методика оценки устойчивости экономических систем, описываемых экономическими ценозами, для определения эффективности использования финансовых ресурсов от МФИ. Разработан показатель устойчивости экономических систем. Четвертое. Предложен способ адаптации структуры отдельных секторов экономики страны и экономики страны в целом, основанный на минимизации разработанного показателя устойчивости экономических систем. Пятое. Сформулированы рекомендации по росту эффективности использования финансовых ресурсов МФИ и повышения устойчивости экономических систем в Республике Молдова. на примере юбанфовского сектора на основании цинологического анализа и расчета его экономической устойчивости по отношению к ключевым финансовым экономическим параметрам процента дохода и актива. 1. Решение важной научной проблемы заключается в обосновании необходимости обеспечения устойчивости и развития экономической системы Республики Молдовы на основе повышения эффективности использования финансовых ресурсов МФИН. 2. Теоретическая значимость. Для оценки эффективности кредитных инструментов группы Всемирного банка и МФИН была модернизирована методика, основанная на прогнозных параметрах кредитных инструментов. В этом случае эти параметры представляются в виде нечетких чисел, так же как расчетный показатель эффективности. 3. На фактических подтвержденных параметрах осуществляется в процессе реализации кредитного инструмента для мониторинга и после реализации самого кредитного инструмента для его фактической оценки. 4. На учете эффекта влияния реализации кредитного инструмента на экономическую и финансовую и социальную сферу. 5. Практическая значимость исследования. Результаты исследований могут приниматься в странах с развивающейся рыночной экономикой для повышения эффективности использования финансовых ресурсов МФИН в процессе формирования своих экономик, проведения эффективной финансо-экономической политики и для решения возникших неотложных финансовых экономических проблем. 5. Почему выбор стран с развивающейся экономикой обусловлен тем, что данный след беднейший и беднейшим странам и странам с рыночной экономикой чаще всего оказывается финансовая помощь международных финансовых институтов? 5. На финансовую поддержку Республики Молдова в Международном валютном фонду. На рисунке 1 представлена диаграмма, построенная автором на основании данных Международного валютного фонда, изменение совокупного объема задолженности Республики Молдова по кредитам МВФ с 1993-2022 год. В платежном средстве имитируют МВФ Special Driving Rights, СДР. На рисунке 2 представлена диаграмма изменения объема просроченных обязательств и прогнозируемых платежей Молдова перед МВФ, также в СДР. Данные графики на рисунке 1 демонстрируют, что совокупный объем задолженности Республики Молдова с 1993 года по различным кредитам МВФ имеет повышательный тренд. За неполный 2022 год по состоянию на 31 июля 2022 года задолженность достигла абсолютного максимума. Последствия мирового экономического кризиса 2008 года отразились на финансово-экономических положениях страны. Задолженность перед МВФ резко выросла, более чем на 300%. Экономические и социальные последствия привели к значительному возрастанию задолженности Молдовы перед МВФ по сравнению с докризисным 2019 годом. За 7 месяцев 2020 года по состоянию на 31 июля 2022 года задолженность страны по кредитам МВФ достигла абсолютного максимума – 615,8 млрд долларов. Таким образом, в периоды кризисных явлений и финансовой нестабильности 2008, 2019 и 2022 годов для решения возникших неотложных финансо-экономических проблем и проведения политики по стабилизации ее экономической системы в МВФ резко увеличит свою финансовую поддержку стране. Рост этой финансовой помощи отражается существенным повышением совокупного объема задолженности. Это отражено на рисунке 2. Такие значимые объемы платежей по проразроченным обязательствам означают, что в будущем у страны могут возникнуть определенные экономические и финансовые проблемы и трудности. Финансовая поддержка группы Всемирного банка Республики Молдова. Существенную поддержку Молдови оказывает группа Всемирного банка, которая в 1993 году принимает участие в финансировании 120 проектов в различных секторах экономики. Состояние на 21 августа 2022 года общественное финансирование по этим проектам составило более 2 млрд долларов США. На таблице 1 представлены данные по всем проектам финансирования Молдовы с 1993 по 2022 года. На рисунке 3 представлена диаграмма по объемам обязательств Республики Молдова по финансовым годам перед группой Всемирного банка. Наибольшее количество, а именно 39 профинансированных группой Всемирного банка проектов приходится на сельское хозяйство. Это ключевая отрасль Республики Молдова. На втором и третьем месте находятся проекты связанные с изменением климата в количестве 16 штук, а также регулирование политики в области конкуренции в количестве 15 штук. Количество остальных профинансированных по экономической тематике проектов примерно равны. Диаграмма рисунка 3 показывает, что кредитование проектов Молдовы группы Всемирного банка с начала кризиса COVID-19 значительно возросло по сравнению с предыдущими годами. А наиболее значимый рост объемов кредитований произошел в 2022 году. Так, за 4 месяца 2022 года кредитование проектов Молдовы группы Всемирного банка уже достигло своих абсолютных максимальных значений. Исследование финансовой поддержки, оказанное Международным финансовым институтом Республики Молдова, показало, что функционирование государственной структуры Республики Молдова с МВФ и группы Всемирного банка в условиях глобализации мировой экономики и последствий мировых кризисов происходит по всем финансо-экономическим аспектам, имеющим в активе эти организации. Было выявлено, что в процессе задействованы все основные специальные кредитные механизмы, используемые МВФ, а группы Всемирного банка участвуют в кредитовании почти всего спектра проекта Республики Молдова. На свою помощь МВФ регулярно предоставляется на цели по сокращению геометристи и содействию экономического роста, а также для устранения дефицита платежного банка со стороны. В данной динамике совокупного объема задолженности перед МВФ международными институтами просроченных обязательств и прогнозируемых платежей Республики Молдова перед МВФ позволяет сделать вывод о том, что их повышательный тренд обусловлен периодами кризисных явлений и финансовой нестабильности. В связи с этим было бы экономически целесообразно, чтобы МВФ и группы Всемирного банка на постоянной основе выделяла ресурсы на повышение финансовой экономической устойчивости Республики Молдова. В частности, устранение проблемных мест в ключевых секторов экономики Молдова окажет влияние на всю экономическую систему страны в целом и ее экономическую устойчивость. Таким образом, результаты финансового сотрудничества МВФ и их роль в экономическом развитии могли бы быть намного более значимы при условии учета особенностей ее экономической системы и повышении эффективности используемых финансовых ресурсов этих организаций. Финансо-экономические показатели для оценки оптимальной структуры страны и ее секторов. Под экономической устойчивостью экономическая система в течение определенного промежутка времени понимается ее способность сохранять значение основных ключевых экономических показателей, характеризующих поступательное развитие на том временном этапе за счет достигнутого экономического потенциала. И реализованы структуры экономической системы, а также соответствующие государственного регулирования. Структуры экономической системы, которая функционирует с максимальной экономической устойчивостью, будем называть оптимальной структурой. Предлагается модифицировать существующие системы показателей устойчивости экономической системы путем их дополнения оценки устойчивости и развития структуры экономики страны на основе цинологической теории, в которой экономическая система осматривается как экономический ценоз. Оценка устойчивости экономической системы осуществляется путем сравнения близости рангово-пометрического распределения экономического ценоза, построенная на базе эмпирических данных, ключевых экономических показателей компании экономической системы. Это выручка, свободный денежный поток, чистая прибыль и прочее. И оптимально так называемого классического гибробологического аж-разпределения номер один, выраженной формулой номер один. В ВВР экономический показатель компании с рангом ВВР, а ВВР постоянно величина равным стимальным значением этого показателя, компания с рангом один. ВВР в свою очередь это равный коэффициент, определяющий стерилизм и крутизм Гиббл-Аж-разпределение. Параметры, при параметрах ПГ1 и ВВР однозначно характеризуют Гиббл-Аж-разпределение. Как показывает многолетняя практика? со статистических наблюдений экономического ценоза в процессе своей самоорганизации и эволюции в условиях свободной рыночной конкуренции с течением времени стремятся к устойчивому гиперклорическому вашему распределению с равным коэффициентом бета между 0,5 и 1,5. В нашей заштрихованной области рисунка 4 считается устойчивой для рамковых параметрических распределений экономической ценозы. Здесь по вертикальной оси отложено значение условного экономического показателя, а по горизонтальному значению рамковых. Параметры и структуры построены ранговые параметрические распределения, выделены экономической ценозой страны и отдельные экономические отрасли, могут служить показателям изменения этих экономик, а также использоваться для оценки устойчивости. Для обеспечения, для общей оценки экономической устойчивости и развития страны целесообразно использовать показатели, отражающие устойчивость и изменение структуры ее экономической системы. Определение таких показателей осуществляется на основе с аналогической теорией, в которой экономическая система рассматривается как экономическую ценозу. Значение этих показателей дает возможность определить наиболее проблемные места в отдельных секторах экономики, так и во всей экономической системе страны в целом. Методика нечетной оценки экономической эффективности финансовой помощи Международного финансового института в виде социально-экономических проектов. В исследовании рассматриваются методологические аспекты участия МФИ и обеспечения экономической устойчивости и развития Республики Молдова. В целях обеспечения экономической устойчивости и развития страны перед государственными структурами Республики Молдова возникает задача оптимального использования полученных кредитных ресурсов. А вот МФИ, Международного валютного фото и группа Всемирного банка, оптимальная реализация кредитного инструмента. Под оптимальным использованием полученных кредитных ресурсов вынимается его реализация с максимальной эффективностью. Эффективность кредитного ресурса будет измерять показатели равной разности отношению между достигнутыми, ожидаемыми результатами и затраченными прогнозными денежными средствами на достижение этих результатов в процессе реализации данного кредитного ресурса. Реализация кредитного инструмента МФИ в основном осуществляется в виде финансированных ими социально-экономических проектов, направленных на достижение определенных результатов. В процессе достижения этих результатов генерируется соответствующий положительный или отрицательный денежный поток – кэш-флоу. Показатель эффективности кредитного ресурса МФИ в виде финансированных ими социально-экономических проектов определяется на основе процедур метода чистого дисконтирования, дисконтированного дохода – Net Present Value. Согласно данному вышеопределению, с учетом процедур дисконтирования, показатель эффективности кредитного ресурса запишется в виде представленных формул, показателя с рангами 2 и 3. В процессе формирования социально-экономического проекта его параметры RT, ZT и RT являются недетернированными и имеют прогнозные значения. Нечеткие числа являются наиболее адекватными для представления таких параметров. Расчетная оценка показателя эффективности прогнозного проекта также будет выражаться нечетным числом. После решения реализации социально-экономического проекта представляется возможным произвести расчет оценки его показателей эффективности по фактическим подтвержденным параметрам, облашенной ранее, то есть RT, ZT и R. В результате такого расчета получим фактические оценки по показателю эффективности реализации проекта. Методика оценки устойчивости экономических систем описывается экономическими цинозами. На примере данных отчетов за 2017 год представлен способ оценки экономической устойчивости банковской системы Республики Молдова по годовым процентным доходам на основании цинологического анализа. Включающее. Построение ранговых параметрических распределений эмпирических данных банковской системы Республики Молдова. Апоксимация ранговых параметрических распределений гиперболическими ашераспределения с ранговым коэффициентом в интервале бета в промежутке от 1,5 до 1,5. Оценка близости ранговых параметрических распределений к оптимальному гиперболическому ашераспределению. На рисунке 5 иллюстрируется пример аппроксимации ранговых параметрического распределения процентного дохода банков Республики Молдова гиперболическими ашераспределениями. Параметры аппроксимирующие функции гиперболического ашераспределения по 1 и бета на рисунке 5 определяются с помощью процедур методов наименьших квадратов. Задача нахождения данных параметров бета и b1 гиперболического ашераспределения, на которых выражение 4 принимает минимальное значение. Где bf это фактически данные финансовых показателей процентов доходов банков Молдова за финансовый год. Аппроксимирующая функция бета равная 1,17 на рисунке 5 получена из условий формулы 4, граммы 4. При изменении только параметра b для находящейся функции бета 1,47. Изменились параметры и b1. Автор предлагает внести нормированную безразмерную оценку отклонения фактического экономического ценоза от оптимальной структуры в виде показателя устойчивости 5. Формулы представленной нормой 5. Здесь b1 и beta со звездами удовлетворяют условию 4. Задача нахождения есть квадрат суммы распространяемого фактического финансового параметра. Чем он меньше, тем ближе структура ценоза банковского сектора к оптимальному. Тем меньше показатель устойчивости 5, тем ближе структура ценоза к оптимальному. Ценологический анализ банковского сектора экономики Республики Молдова. На примере, банковского сектора экономики Республики Молдова с помощью разработанных методик ценологического анализа осуществляется оценка его экономического устойчивости и экономического развития. Для каждого года с 2014 по 2020 год и значения показателей процентный доход за год строятся ранговые параметрические распределения банковского сектора Республики Молдова. На основании этих ранговых параметрических распределений формируется таблица изменения рангов по параметру процентный доход за год. При источник сформирован автором по данным отчетов банковской системы Республики Молдова. Таблица 2. После отзыва 10-16 октября 2015 года Национальным банком Молдовы лицензий у трех банков, таких как Банка Деэкономия, Банка Сочи Галов и Юнибанк, в структуре банковского ценоза произошли существенные изменения. Все банки Молдовы, за исключением двух первых по рангу, это Молдова Агроинбанк и Молдинкунбанк, меняли свои ранги. Обычно такие изменения ранговых параметрических распределений экономической системы связаны с процессами формирования экономических ценозов под существенным воздействием. Постоянно меняющиеся финансо-экономические условия, как внешне, как и внутренне. Следует отметить, что даже в кризисные годы, это 2019 и 2020, связанные с пандемией, ранговое распределение процентного дохода банковского сектора претерпели лишь незначительные изменения. Это означает, что банковский сектор Молдовы в основном сформировал экономический ценоз. На рисунке 6 и 7 представлены расчетные графики показателя устойчивости формулы 5, слайда 14 предыдущего, по отношению к процентному доходу и активному банковскому сектору Молдовы, сектору экономики Молдовы с 2014 года, 2020 год. На рисунке 6 показывает, что свои максимальные значения показатель устойчивости по отношению к процентному доходу имел в 2016 году. После того, как в 2015 году Национальный банк Молдовы были отозваны лицензии трех банков, очевидно, что такое внешнее воздействие отразилось на банковском секторе Молдовы и его финансовой устойчивости. После этого случая показатель устойчивости года от года снижался и достиг минимальных значений в 2020 году. График на рисунке 7 демонстрирует, что показатель устойчивости по отношению к активам банковского сектора и экономики Молдовы снижался с 2014 года до достижения локального минимума 2016, а затем после небольшого роста отскока 2017 продолжил снижаться до своих минимальных значений в 2020 году. Такое поведение показателя устойчивости характеризует тенденцию к увеличению устойчивости банковского сектора Молдовы, даже несмотря на влияние ковидного кризиса 2020 года. Данное увеличение финансовой устойчивости может объясняться интернационностью макроэкономических процессов и значительным помышлением финансовой поддержки Молдовы МФИ в 2019-2020 году. Оптимизация структуры банковского сектора Молдова. Оценка степени влияния финансовой помощи на основные макроэкономические показатели Республики Молдова. На основе линейной регрессионной модели производится оценка регрессионной зависимости ВВБ страны и показатели устойчивости ее банковского сектора с 2014 по 2020 год. Объемы финансовой помощи Республики Молдова от МФИ рассматриваются как параметры, влияющих факторов для расчета регрессии. Результат регрессионного анализа оценки значимости традиционной связи между объемами финансовой помощи Международных финансовых институтов Республики Молдовы и ВВП и паритета покупательной способности. А также показатели устойчивости банковского сектора Молдова показал, что выделяемая помощь МФИ оказывает довольно значительное влияние на ее экономическую систему. Эти влияния отражаются на макроэкономических показателях и структуре экономики Молдовы. Поэтому эффективное, целенаправленное использование финансовой помощи МФИ и проблемных местах экономики страны может оказать довольно существенное положительное влияние на ее развитие и экономическую устойчивость. Проблемные места экономической системы и целенаправленное воздействие на них определяются с помощью циологического анализа. Из исследований устойчивости и развития экономической системы страны на основе ее моделей экономического циноза и рангового параметрического распределения включают в себя оценку динамики изменения на рассматриваемом историческом временном отрезке рангового параметрического распределения и его гиперапарического распределения. Влияние ключевых изменений структуры экономического циноза на основании анализа его ранговых параметрических распределений. Оценка устойчивости предприятий сектора экономики страны, образующих экономический ценоз. И установление причинно-следственных связей между реализацией кредитного ресурса и изменением структуры экономического ценоза. Определение гипотетических значений активов банков Молдовы за 2018 год, при которых показатель устойчивости принимает минимальное значение. Рассмотрим самый простой и менее затратный способ улучшения финансовой устойчивости банковского сектора экономики Молдовы за 2018 год, заключающийся в увеличении активов банка с рангом 1. Выбор данных за 2018 год для цинологического анализа и расчета показателя устойчивости объясняется тем, что после того, как сказал ранее, в 2015 году Национальным банком была отозвана лицензия у трех банков, прошло достаточно времени для стабилизации банковской системы. От внешнего возмущения воздействия, с одной стороны, а с другой стороны, исключается влияние социально-экономического кризиса, связанного с пандемией 2019, которого остается целый год. Для расчета указанной величины актива применяется не в последовательном приближении основе отработанного правового кода. Определяется значение актива банка с рангом 1, для которого показатель устойчивости 5 при условии неизменности активов остальных банков за 2018 год, принимает значение 6. Рисунки 8 представлены фактические и гипотетические ранговые распределения активов банков в Молдову за 2018 год и аппоксимирующие к ним кривые. При улучшении структуры банковской системы Молдовы в 2018 году путем рекомендационного увеличения активов банка с рангом 1, таких как Молдова Агроинбанк, происходит уменьшение более чем в 3 раза величины показателя устойчивости. Соответственно, банковская система с такой предлагаемой структурой, рекомендуемой предполагаемой структурой активов, будет намного устойчивее по сравнению с фактической структурой 2018 года. Определение гипотетических значений процентного дохода банков в Молдову за 2018 год, при котором показатель устойчивости принимает минимальное значение. Одним из ключевых финансово-экономических показателей банка является процентный доход. Определим значение процентного дохода банков в Молдову за 2018 год, при котором показатель устойчивости принимает минимальное значение, а значит банковская структура достигает своей максимальной устойчивости. Определяется значение процентного дохода банков с рангом 1, для которого показатель устойчивости 6. При условии неизменности этого показателя остальных банков за 2018 год принимает минимальное значение. Рисунки 9. Представлено фактически гипотетическое распределение процентов дохода банков в Молдову за 2018 год и аппроксимирующие к ним кривые. При улучшении структуры банковской системы Молдовы за 2018 год путем гипотетического рекомендуемого увеличения процента дохода банков с рангом 1, таких как Молдова Аградинбанк, происходит уменьшение более чем в 2,4 раза увеличенных показателей устойчивости. Соответственно, банковская система с такой предполагаемой рекомендуемой структурой процентного дохода будет существенно устойчивой по сравнению с фактической структурой за 2018 год. Определение гипотетических значений процентных доходов банка Молдова за 2020 год, при которых показатель устойчивости поднимает минимальное значение. Особый интерес представляет поведение банковского сектора на время социально-экономического ковидного кризиса. Решается задача определения значения процентных доходов в банках Молдовы за 2020 год, при которых показатель устойчивости 6 принимает минимальное значение, а банковская структура достигает своей максимальной устойчивости. Анализ данных рангово-параметрического распределения по процентному доходу от аппроксимирующей его кремой за 2020 год показывает, что существует несколько гипотетических способов увеличения структуры банковской системы Молдова. Самое заметное отличие фактического рангово-параметрического распределения по процентному доходу от аппроксимирующей его кремой наблюдается у банка с рангом 5, это Финконбанк, банк с рангом 4, это Виктория Банк. Также не менее значимое заметное распределение между ними имеют банки с рангом 1 и 6. Поднимаем внимание то, что уменьшение процентов дохода банка Мобиас, банка ОТП Групп с рангом 4 является контрпродуктивным. Далее рассматриваются лишь варианты изменения активов банка с рангом 1, 5 и 6. Результаты решения задачи 6, это минимизация показателей устойчивости, осуществляются с помощью разрабатываемого программного кода и методов последовательных приближений и интераций. Результаты расчетов минимального значения показателей устойчивости банковской системы для различных вариантов гипотетических изменений процентов дохода банка с рангом 1, 5 и 6 определены в таблице 3. Анализ изменения процентов дохода в колонках 2, 3 и 4 по сравнению с их фактическими данными в колонках 1 за 2020 год показывает, что наименьшие затраты по изменению процентов дохода для повышения устойчивости банковской системы представлены данные в колонке 3. Данные таблицы свидетельствуют, что для повышения устойчивости банковского сектора Молдовы в 2020 году примерно на 12% следует рекомендовать увеличить проценты доход банков с рангами 1, 5 и 6. Сравнение расчетных данных с 2018 года показывает, что несмотря на влияние ковидного кризиса, фактическая банковская структура Молдовы в 2020 году более устойчива относительно показателей процентов дохода, чем в 2018 году. Определение гипотетических значений активов банка за 2020 год, при которых показатели устойчивости принимают минимальные значения. Визуальный анализ графика, аппроксимирующий кривой и рангово-караметрического распределения за 2020 год показывает, что существует несколько вариантов улучшения структуры банковского сектора Молдова путем изменения активов банков с рангом 1, 4, 5 и 6. Также принимаем внимание то, что уменьшение активов банка с банка ОТП групп с рангом 4 является контрепродуктивным. Далее рассматриваются лишь варианты изменения активов банка с рангами 1, 5 и 6. Нахождение минимальных значений показателей устойчивости 6 осуществляется также с помощью разработанного программного кода и метода последовательной приближения, интеракции. Результаты решения задачи определения таких значений активов банка с рангом 1, 5 и 6 при условии изменения этого параметра у остальных банков, для которых показатель устойчивости 6 принимает минимальное значение, представленное в таблице 4. Из анализа данных таблицы 4 следует, что для повышения устойчивости банковского сектора Молдова относительно показателей 2020 года примерно на 16% необходимо рекомендовать увеличить активы банка с рангом 1, это Молдова Агроинбанк, и банка с рангом 5, это Прокредитбанк, и банка с рангом 6, Эксимбанк. Реализация предложенных методик цинологического анализа позволяет выявить проблемные места негативного влияния на устойчивость экономического ценоза рассматриваемого сектора национальной экономики. Расчет показателей устойчивости оценить степень устойчивости в сравнении с оптимальной структурой ценоза. Рекомендации эффективного использования финансовых ресурсов МФИ и повышения устойчивости банковского сектора Республики Молдова. Результаты расчетов таблицы 3 и 4 показывают, что дальнейшее повышение устойчивости банковского сектора Молдова необходимо создать условия для увеличения процентов дохода и активов банка с рангами 1, 5 и 6. Сравнение расчетных данных таблицы 3 и 4 с данными 2018 года показывает, что ковидный кризис пока не проявил свое влияние на банковскую структуру Молдову в 2020 году, которая оказалась в ковидном случае относительно ключевых показателей устойчивости по процентному доходу и активам, чем в 2018 году. Такое поведение банковской структуры может объяснять значительной инертностью макроэкономических процессов. Для того, чтобы экономический ценоз банковского сектора в результате эволюции в условиях рыночной конкуренции перешел в составе наиболее близкой к оптимальной, требуется довольно продолжительное время. Предлагается ускорить этот процесс, целенаправленно используя выделяемые финансовые ресурсы МФИ на улучшение общей финансовой экономической системы в стране и на устранение выявленных проблемных мест банковского сектора. Улучшение структуры банковской системы Молдовы как ключевого фактора ее экономика окажет влияние на всю экономическую систему страны и ее экономическую устойчивость. Выводы и предложения. В настоящем исследовании были выполнены, восполнены имеющиеся некоторые методические пробелы в повышении эффективности использования финансовых ресурсов от МФИ развивающихся странами и Республики Молдова. Первое. Адаптированная система финансовых и экономических показателей эффективности использования МФИ позволяет оценивать оптимальность структуры и ее экономики. Второе. Разработана методика расчета показателей экономической эффективности финансовой помощи МФИ в виде социально-экономических проектов, в которых прогнозные параметры моделируются нечетными числами. Предложена методика оценки устойчивости экономических систем, описываемых экономическими цинозами, разработан показатель устойчивости экономических систем. Четвертое. Представлен способ оптимизации структуры экономического сектора, основан на минимизации разработанного показателя устойчивости экономических систем. Сформулированы рекомендации по росту эффективности использования финансовых ресурсов МФИ и повышения устойчивости экономической системы Республики Молдова на примере ее банковского сектора по отношению к его ключевым финансово-экономическим показателям процентный доход и активно. Обоснована значительная роль МФИ как источник наиболее доступных финансовых средств для обеспечения экономической устойчивости и развития развивающихся стран, а также Республики Молдова, особенно в периоды кризисных явлений и экономической нестабильности. Разработанные методические основы о оценке устойчивости экономической системы и эффективности использования международных ресурсов способны способам оптимизации структуры экономической системы страны. В рамках тем настоящей диссертации МФИ и их роль развития экономической системы Республики Волны важны и актуальны не только в настоящее время и для стран, созревающихся рыночной экономикой. В условиях, происходящих глобальных финансовых и социально-экономических трансформаций, для каждой страны объективно возникает необходимость оценки устойчивости ее экономики и повышения эффективности применения международных финансовых ресурсов для решения возникших неотложных финансовых и экономических проблем. Поэтому результаты проведенного в течение времени не будут терять свои актуальности и востребованности, а также могут быть использованы для стран с любой формой рыночной экономики. Спасибо за внимание. Вам также большое спасибо, господин Прошок, за доклад. Уважаемые коллеги, члены комиссии по защите присутствующих войск в постсонаре. Настало время, если у кого-то есть вопросы к претенденту для более конкретных деталей, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, господин председатель. Во-первых, поздравляю с вашей презентацией. Это очень хорошо структурировано и очень ясно, четко все вы нам изложили. Но хотелось бы уточнить. Скажите, пожалуйста, что вы подразумеваете под определением экономической системы? Это первое. Может, вы дали определение, у вас собственное определение есть? Есть, да, определение, извините, есть определение автора. Это под экономической устойчивостью и развитие экономической системы, экономики страны в течение определенного времени, промежутка времени, понимать ее способность сохранять значение основных ключевых экономических показателей, характеризующих ее поступательное развитие на этом временном этапе и структуры экономики, а также соответствующие государственному регулированию. Спасибо. Еще вопрос к этому. Почему именно ценозы? Почему вы именно вырвали эту методику для оценки экономических устойчивостей экономических систем? Экономический ценоз определяется как самоорганизующее, самоорганизующее, многовидовое сообщество, организация различных отраслей вытянутого территориального образования, характеризующиеся связями различной силы, такими как сильными, средними и, как правило, слабыми. Объединение совместно использует природных, технологических, социальных ресурсов и экономических ниш спроса за продукцию, товары, услуги и действия внутренневидового и межвидового отбора. Примерно так звучит экономический ценоз. В качестве территориального образования здесь рассматривается страна, государство. Для технологического анализа устойчивости просматривают все ее организации, компании, предприятия, экономически развивающиеся в конкурентной среде, которые борются за доступ к ресурсам, рынкам, а также за рынки сбыта. Хорошо. Исходя из Вашего ответа, хотелось бы уточнить, почему Вы все-таки выбрали для анализа устойчивости экономической системы именно банковский сектор? Спасибо. Банковский сектор был одна из ключевых секторов экономики Республики Молдова. И по банковскому сектору можно судить в принципе о состоянии экономики Республики Молдова. Плюс из-за того, что имеется сведения и информация, то есть источники, и информация, которую я получал, была из-за ответа к источнику. Также следовался сельскохозяйственный сектор экономики. Но это более, менее, мне было сложнее найти эту информацию. Но на примере банковского сектора, государственные учреждения, компания государственных учреждений, могут вполне воспользоваться как примером банковского сектора, и интегрировать данные методики в любую иную розыск. Спасибо. Извините, можно я чуть-чуть подключусь? Если вы выключите вашу презентацию, нам будет виден Петр Иванович Толмачок. Так меня попросили передать. Вот. Да. Петр Иванович, еще раз, добрый день. Вы слышны нас? Обидно, мы слышны микрофон, выключен у вас. Ну, у меня вопрос есть, у вас вопрос. Креди дядя, ну, все из-за крайней. Включите ваш микрофон. Сейчас слышим, а вы сейчас не очень хорошо слышите. Нет, я не могу вас обсудить, спасибо вашу колене. Все, больше не нажимай на какую-то кнопку. Как остается? Хорошо. Спасибо. Ну, и у вас осталось. Давайте, да, пока коллеги думают. У меня один вопрос, вернее, два, но одно уточнение. Один вопрос. Уважаемый господин Ступачок, спасибо и для вам даже спасибо за работу, за доклады. Очень интересная работа, ввиду того, что одна из главных ваших целей было изучение роли всех этих международных структур, МФИ, да, института. Ну, я бы так сказал, что роль, она, то есть, существенная. Я думаю, у вас как бы предмет взята наша вся страна, например, из Пурики Мадуро. Я думаю, где из них нам бы удалось, без их помощи нам не удалось бы развиваться вот в течение этих 30 лет независимости. Но, тем не менее, ввиду того, что вы предлагаете новые методы и пути повышения, как бы, термической эффективности, используете их средства. Дайте нам оценку, вот в вашем понимании, вы уже специалист по Молдобе в этом плане, в вашем понимании или в вашей оценке. Мы использовали хорошо вот за все эти годы эту финансовую внешнюю помощь. Или у нас были в этом плане резервы, мы могли бы достигнуть более высоких долларов развития. Я даже просто расскажу, что мы только за прошлый год, исходя из специфики конъюнктуры и геополитической, и экономической, мы, наверное, по последним таким информациям, еще один миллиард долларов почти что получили, как и внешнюю помощь. И второе уточнение тоже на ваше усмотрение, опровергните или скажите мне, что я прав или неправ. Иногда мне кажется, что все эти помощи, они обуславливаются и политическим контентом. Как вы на это смотрите? Ну, по первому вопросу относительно расходования устойчивая на экономику любой страны, влияет каждый день различные внешние и внутренние кризисные явления, как я говорил ранее. Это последствия экономической кризисы 2008 года, это последствия COVID-19, ситуации, связанные с геополитической, остановка, то есть, кто связан с геополитическим кризисом в мире, и когда дневно-прерывно влияет на механизм и высоту и высоченность. Вот, постоянно, исходя из моего исследования, моя рекомендация заключается в том, что для снижения, для повышения высоченности необходимость постоянно доносить, возможно, будет решить проблему страны с ценой и отдельно к рынку спектру экономики. Относительно секторов экономики, относительно достигли бы высоких результатов заработки для независимости, если брать те сектора, которые я исследовал, это банковские сельскохозяйственные секторы, то в моем представлении работа проделана колбасамина, и, конечно, были свои ошибки на примере опознанных банков лицензий, как я говорил, но и повышение, поддержание финансовой помощи, я считаю, необходимым, в любом случае, для того, чтобы приходить к этой устойчивости, экономической устойчивости. И второй вопрос, извините, относительно… Это не вопрос, я просто хотел… Поскольку вы так углубились в оценку финансовой внешней помощи для какой-то страны, иногда у меня складывается впечатление, что обычно, когда эта помощь предоставляется, она уславливается и нет кондиционерами за какие-то условиями. То есть ты должен, допустим, на этот раз не повышать зарплату, или, скажем, там, зарегетировать в какой-то уровень инфляции, там, от 30 лет до 2, не знаю, рабочих. А это мне кажется, что есть какие-то политические условия. Я только в моем понимании. Мое субъективное мнение. Абсолютно субъективное мнение, то, что так и происходит, для того, что международные финансовые институты имели гарантии возврата денег и средств, то есть не должны получить гарантии, которые проявляются в различной степени. Это социальная нагрузка, то есть это увеличение пенсионного возраста, к примеру, увеличение налоговой базы, лоббирование каких-то персоналей, высшего эшелона власти, по каким-то вопросам. И это абсолютно мое субъективное мнение. Да, данный вопрос я... Да, хорошо, спасибо. У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Экономические системы основные в исследовании понимаются множество экономических субъектов компаний, объединенных по некоторому признаку, отличительному признаку, принадлежать принадлежности к секторам ее рекомендации, потому что компания представляет собой экономически развивающуюся конкурентной среде, среде неравновесия, самоорганизующей системы, условия действия внешних факторов. Основной движущей силой самоорганизации такой экономической системы является конкуренция за допуском приводным технологическим, энергетическим, финансовым и социальным ресурсом. А также заодно, как я говорил ранее, за рынки сбыта для реализации произведенной продукции. Для математического описания таких неопределенных показателей, прогнозных параметров, как правило, обычно используются нечетные числа и распределение вероятностей. Применение распределения вероятностей является довольно затрудительной в силу невозможностью получить статистические наблюдения и этих переменок. В этой связи и более корректным является применение четных чисел. Насколько точно является наказатель? В силу того, что... Ну, я думаю, с высокой степени. Спасибо. Я прошу. Спасибо. Я присоединяюсь к поздравлению моих коллег. Субтитры сделал. Спасибо. 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 ... Спасибо. ... ... Спасибо. ... ... ... ... ... ... ... ... ... очень было интересно посмотреть, исследовать, как влияет страна на эти вызовы. Спасибо. ... Удачи. 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 Попрошу. Удачи. Вы нам прочитали провизу комиссии. Какие были замечания, какие были предложения. Я зачитаю все. Сергей, вы, наверное, пока можете присесть сюда. Давайте сюда. Микрофон. Первое. Редактирование некоторых элементов научной новизны для того, чтобы вывести самые важные элементы научной новизны, чтобы они стали более явными. Второй пункт. Редактирование и реструктурация выводов и предложений по диссертации. Третье. Проэкзаменовать возможность более глубокого исследования анализа использования финансовых ресурсов международных финансовых организаций и в других секторах экономики, кроме банковского сектора, для того, чтобы обеспечить инвестиционную безопасность страны. Четвертый пункт. Это экзаменация возможности провести некоторые изменения в части разработанных показателей, которые были приспособленных к данной тематике. Так, и одно из последних предложений комиссии было, чтобы немного изменить тему диссертации, потому что изначально тема диссертации была утверждена как международные финансовые институты и их роль в экономической безопасности страны, и актуализировать эту тему в международные финансовые институты и их роль в развитии экономической системы Республики Молдова. Было решено дать положительную оценку диссертации на момент защиты в комиссии, которая руководила разработкой данной диссертации, и организацию защиты в составе Совета, в котором мы сейчас находимся. Я как руководитель могу сказать, что все пункты данной комиссии, которая руководила данной разработкой, были выполнены. Спасибо за заключение премиссии. Сергей Александрович, если у вас есть какие-то замечания, или вы просто подскажите, чтобы это все пришли? Я учел все замечания и предложения для дальнейшей работы. Благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Дальше слово предоставляем по очереди рецидентам для изложения заключения по диссертации. Спасибо. 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 Что касается практической значимости. То можно выделить несколько аспектов, которые могут быть применены странами с развивающими экономиками, включая Республику Молдова, для повышения эффективности использования финансовых ресурсов, полученных от МФАИ. В процессе реформирования своей экономики, также как методика расчета показателей экономической эффективности международной финансовой помощи, также здесь отмечу методику оценки устойчивости экономических систем и формирования показателей их устойчивости, модель системы экономических показателей эффективности использования международной финансовой помощи для развития экономики Республики Молдова, а также рекомендации по росту эффективности использования финансовых ресурсов и повышения устойчивости экономической системы Республики Молдова на примере банковского сектора. Эти исследования были признаны Министерством финансов и Национальной комитетом по финансовому рынку, где были сертификаты. Третий пункт. Методология исследования. Методология исследования, используемая для достижения предложенных целей, соответствует теме. В проведенном анализе использовались как качественные методы исследования, так и количественные. Начиная с использования индукционного и детективного анализа, который был основой для выделения событий, автор использует в системе системный анализ, обеспечивая раскрытие сущностей экономических процессов. Гипотеза исследования заключается в том, что Республика Молдова может обеспечить устойчивость своего экономического развития за счет повышения эффективности использования финансовых ресурсов МФИ, в значительной степени способствовало к улучшению следующих методов. Во-первых, методы для оценки эффективности кредитных инструментов, группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Была модернизована методика, основанная на прогнозных параметрах кредитных инструментов. В этом случае эти параметры предоставляются в виде нечетных чисел, а также как и расчетные показатели эффективности. Дальше, на фактических подтвержденных параметрах осуществляется реализация кредитных инструментов для его мониторинга и после реализации кредитных инструментов для его фактической оценки стабильности банковского сектора. На учете эффекта влияния реализации кредитных инструментов на экономическую, финансовую и социальную сферу страны. Для оценки устойчивости структуры экономических систем предоставлена другая методика, которая основана на процентурах ценно-логического анализа экономики страны и ее отраслей, рассматривая в виде модели экономических цинозов. В рамках данной методики разработан показатель устойчивости экономических систем. Помимо этого, сформулирована система финансово-экономических показателей, которая позволяет оценивать оптимальность структуры секторов и экономики страны и отражает эффективность использования международной финансовой помощи для ее развития. Четвертый пункт. Структура докторской диссертации. Анализируемая докторская диссертация проинтурированная докторная разбила работу на три главы, на котором следует часть общих выводов исследований. Существует баланс между теоретической и приводной стороной. При этом астрология дополняет обзор литературы эмпирическими исследованиями, подтверждающие его выводы. Воведение доктора четко излагает исследуемую проблему, представляет цель и презентуемые задачи, методы исследований, приводя агменты, подчеркивающие наизу и оригинальность работы, а также теоретическую и практическую значимость работы. Первая глава посвящена изложению теоретических понятий и представляет собой многоспектные введения теоретических концертных основ в формировании развития МФИ и в классе акции. Проведен анализ финансовой поддержки суббиким облогом, международными финансовыми институтами. Во второй главе диссертации докторан сосредоточился на динамическом анализе показателей параметрии специфики финансового обеспечения МФИ государства с разным уровнем развития. Также стоит отметить заинтересованность и усилия доктора в реальной статистике показателей, в том числе, чем в развитии современных государствах, показатели, в том числе, в экономической системе разработки методов использования финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов. В третьей главе диссертации докторан представил результат проведенного исследования на основном, что выяснили анализу короляционной зависимости суббикой страны и показателей ее банковского сектора. Здесь также оценивается объем финансовой помощи предоставленной Республике Молдова, ДМУ и Всемирного Пакта. Противведена оценка экономической эффективности международной финансовой помощи в виде инвестиционных проектов на примере банковского сектора Республики Молдова. Также здесь, в этой главе, проведен анализ экономической устойчивости в отношении основных финансо-экономических параметров банков. На основе этих оценков сформулированы рекомендации по реализации и повышению устойчивости банковской структуры. В конце работы представлены на более важные результаты и были предложены ряд рекомендаций для повышения эффективности использования финансовых ресурсов на ФАИ и повышения стабильности экономической системы Республики Молдова. Пятый пункт. Библиографическое обеспечение и качество общих выводов и рекомендаций. Исследование основано на 187 библиографических источников, которые авторы используют для обоснования и иллюстрации своих рассуждений. Благодаря биографическому отбору он доказывает способность ретическому анализу и неспособность статистически выбора прояснения, связанность, рассматривающие исследования. Просмотр статьи позволяет нам увидеть, что аспирант знает и не использует соответствующую информацию в результате предыдущих исследований. Работа оригинальна по своему написанию, по использованию данных. Информация необходима для аргументации, проводить исследования в доходе. Выводы, выработанные на основе проведенных анализов, актуальны, логические, путехами с интерпретацией результаты, доказать в глубокие знания, затрагивая в темы. Они, выводы, последовательные, позвать заинтересованным лицам, выявить наиболее репрезентативные результаты, а также указать возможные направления предменимости предложений, выдвинутых в конце диссертации. Насчет распространения семинара, распространения результатов исследований. На основании перечня статьи автора отметим, что результаты исследований докторанта уже 11 публикаций. Результаты исследований отражены так, как на муче, на муче, на муче, на муче конференции. Все это обеспечивало как распространение результата исследований, так и валидацию на академическом уровне в академическом сообществе. И вторая отзыва заключительной оценки. В целом, научное исследование, проведенное в рамках анализированной дописка диссертации, представляет собой научную версию. Представляет действия, как написал сообщество, так и для специалистов данной области. С соответствующих выводов, которые пришлось передать основу машины рекомендации, большому объему работы и данных подклюненных последовательным контентом анализов. Рекомендация, моя рекомендация к докторату, это опубликовать данную работу, видимо, на графе, вместе с научным руководителем. В заключение, работа Международные финансовые институты и их роль произведения в Минчинской системе Республики Молдова, разработанная Геннадь Купачевым Сергеем и научные руководители госпожа Милла Хобзай, профессор доктора Министерства Республики Молдова, соответствующие требованиям и критериям, действующие в отношении докторской диссертации и моя квалификация Министерства Республики Молдова, у вас была публикация, хотя на автобомном журнале, я бы поставила отлично с плюсом, но так просто отлично. И все. Спасибо, благодарю за внимание. У меня зеркалка есть. Извините за красивый акцент. Вам спасибо за недельное заключение по диссертации. Слово потом предоставим в ресторанку. Следующий у нас Толначев. Да, уважаемый профессор Толначев. Извините, сейчас я вам предоставляю слово для вашего встречения, пожалуйста. Да, очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Диана Тorzok Я считаю, что это пионерская работа. Мы ее находим с моих коллег в дипломатической трагедии Российской научной школы, финансовом университете, депутатской защиты, естественно, и официального ее опубликования. Я считаю, что специальность области СМИ 552.01, она, безусловно, является эффективно актуальной реакцией необходимых финансов, ресурсов, международных финансов, институтов. СМИ 552.01, она, безусловно, является эффективно актуальной реакцией необходимых финансов. СМИ 552.01, она, безусловно, является эффективно актуальной реакцией значительного восстания. И сегодня вызвали вполне правда возникло необходимость реформироваться в целяхационной реакцией направления на darling 16-15-15-16-16-25-33. в процессе реформирования и разрешения возникших финансово-экономических проблем, а также для проведения финансово-экономической политики, объективно нуждается поддержка финансово-экономической института на приезжемом культуре и связанных с ним рекомендациях в развитии экономической системы, что по мнению шлифтателем регулярно делят актуальность и задавчие цены, чем трудно не согласиться. Мы разделяем все эти системы относительно того, что для стран, продевающихся, как в предыдущих небольших половых бюджетных продуктов и ограниченные финансовые возможности, к которым по мнению шлифтателем и относится Республика Володой, надвоем актуальной является мигранция поддержки с международными финансовыми институтами. В следствии малости финансово-экономических стран вовремя и устраняясь с международными финансовыми институтами международными оказывает для них существенное влияние в плане разрешения на диалогно-финансово-экономических проблем и развития экономической системы. Я согласен с выводом действительно относительно в том, что в глобализации экономики мировых кризисов крайне и крайне местонамерно социально-экономическое развитие большинства стран мира, для стратегии, развивающейся современную экономику в том, что в республике Володого и Пьевного возникают необходимые в повышение эффективности использования финансовых ресурсов. И, ну, вы показатели, это международные люди и развитие экономической системы страны. И вот это критерия эффективности использования финансовых ресурсов. Это вечно муниципиально, она дает в целом подсоединение относительно вот этих механизмово-заеманных исследований и компетентств. Нельзя ли соотношиться с тем, что в работе финансово-экономических рекомендаций, исследований от данных исследований? И, ну, в принципе, структуры, которые будут дарить в республике Володого и Пьевного возникают, что в структуре Международного возникают не вполне были готовы для управления мировой экономикой, чтобы стоить их действием и влиять торговым штабом. Возвращение к природным рекомендациям, исследований от данных и исследований. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 а и без таких, из которых делается общий вывод по завершенности, мы можем считать, что работа завершена. Все цели, которые определил аспирамы для исследования, они, в принципе, представлены и решённые, разрешённые. И, по-другому, в конечной итоге, с данной работой очень интересной, очень интересной, очень интересной вопросом на соответствии с ценностями и на его художественном процессе. Спасибо. Я должен поставить сейчас слово наушному руководителю в качестве. Это тоже, конечно, совет. Совет. Да, совет. Мы сработались очень хорошо и я очень рада, что в течение этих лет, сколько мы работали над диссертацией в некоторых ситуациях в Москве, но всё-таки, в конце концов, мы приходили к общему знаменателю и сейчас перед нами работа, разработанная аспирантом. Что я могу сказать? Только то, что работа очень интересная, она захватывающая. Это, как мы говорим, отзывы на работу и коммерческого банка, и национального банка, который на территории РФ. От профессора Ясского университета, от профессора факультета международных экономических отношений федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Отзывы, это из Национального банка, отзывы от профессора с Государственного университета Республики Молдова. То есть это показывает то, что работа, которая сейчас перед нами, представляет собой очень интересный спектр выводов, предложений, которые могут быть использованы. И я хочу ещё сказать, вернее, что если принять во внимание всю разработанную диссертацию, то, может, стоит подчеркнуть с теоретической точки зрения применимость исследования, скорректировав систему показателей, позволяющих отсоединить структуру отраслей, а также национальной экономики в целом, и отражающих эффективность использования международной финансовой помощи для устойчивого развития и роста путём систематизации экономических теорий, связанных с разработкой экономических показателей, используемых международными финансовыми учреждениями для определения существующей ситуации разработки решений в результате оценки. С этой точки зрения работа представляет собой интерес как научный трактат по анализу, систематизации и развитию теоретики методологических концепций относительно исследуемой темы. Также аналитический результат представленной диссертацией и посредством схем показателей экономических моделей полезно для студентов, для мастерантов, для аспиратов, для специалистов и экспертов в области научных исследований, и результаты научных исследований могут быть применены развивающимися странами, в том числе Республикой Молдова, с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов, полученных от международных финансовых институтов в рамках экономических реформ и решения существующих проблем. Диссертация имеет фундаментальное значение. Результат актуальный, ясный и лаконично описан, достоверный. Выводы и предложения основаны на результатах, полученных вследствие анализа текущей ситуации проведенного моделирования и отражают поставленные изначально цели. Вот это мой вывод по отношению разработанной диссертации. И аспирант, конечно, заслуживает присвоение научного звания доктора клинических наук. Это как заключение. Продолжение следует... 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 И на стыке даже в нескольких сфер дисциплин, и финансовый у нас тут, и менеджмент, и экономический подход. По этой медиатическому и практическому значимости, мы собираемся ли, что у некоторых приемов будут применены, как я считаю, на дробове. Некоторые приемы могут быть применены и регистраторами и стыке дорог, а в автор съездом нет, и в том числе, на оборудование. Продолжение следует... 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 Теперь заключительное слово. Разрешите предоставить. Да, мы должны сначала этот проект решения утвердить. И сейчас, пожалуйста, все будем открытого голосования. Кто за? Господин Наталычев, вы за принятие этого решения? Я за. Я за. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. На этом метапункт защиты закрывается. Слово предоставляется претенденту уже практически, доктору. Требенческих наук, Трухачеву Сергею Александровичу. Ваше последнее слово, Сергей Александрович. Уважаемый председатель, уважаемые члены ученого совета. Мне на самом деле, я сейчас волнуюсь еще больше даже от осознания той мысли, то, что мы все вместе проделали с 2017 года. Мы проделали совместно с вами, благодаря вам. Я дошел до сегодняшнего дня, смог довести это до конца. Мне было очень безумно тяжело. Ну, это суть не в этом, это новая стезя для меня была, понимание. Я безумно благодарен каждому из вас за помощь в решении тех иных вопросов при работе над диссертацией. Людмила Васильевна, огромная, это невозможно выразить словами, только благодаря всем я смог придать до сюда и выражаю огромную признательность, благодарность, что мы все сделали, как это все, как это работает, окажется. Спасибо вам большое. А, и еще я хочу сказать, только благодаря вам, вы меня замотивировали идти дальше. Спасибо большое, всего доброго. Всего доброго. То есть он хочет сказать, что ему понравилось заниматься наукой. Петр Иванович, спасибо вам большое. Еще раз наше поздравление, Сергей Александрович, с этим результатом, с достигнутым результатом, исходя из того объема работы, который мы доложили совместно с научным руководителем. Мы тем самым подразумевляем и нашу научную школу в Молдавской экономической академии с новым продуктом на рынке экономической науки. Желаем вам действительно не останавливаться тут, работать и дальше, потому что вы видели, что наши коллеги, они подсказали вам, вы можете и дальше развивать данные очков. И по крайней мере, можно сконцентрироваться, создать и интересную научную школу. Поэтому еще раз наше поздравление, уважаемые коллеги. Сейчас можно уже поздравить и... Спасибо. И на этом мы заседание, официальное заседание комиссии объявляем закрыто.